меня зовут владимир я приветствую вас на канале 2 войны на войне женщине не место выдающийся белый адмирал колчак так и поступил женой отправив ее и сына за границу но тогда почему рядом с адмиралом на войне оказалась любовница и как потом сложились судьбы участников этой истории любви друзья важное объявление сейчас из-за политики платформы мой канал не получает доходов от монетизации поэтому все ролики я делаю исключительно на своем энтузиазме я прошу вашей помощи для этого вам лишь надо поставить лайк репостнуть видео и подписаться на мой канал все это очень мне поможет спасибо софи в 1904 году исполнилось 28 лет она вышла замуж за мужчину которого ждала из экспедиции 4 года с александром колчаком дочь тайного советника федора амирова познакомилась на балу в морском собрании девушке понравился офицер в морской форме д александр был очарован волевой красавицей ей было уготовано ждать мужа из экспедиции с воиной революции у этой пары просто не было семейного счастья софья родила троих детей первая дочка умерла в возрасте месяца отец так и не увидел дочь потому что шла русско-японская война и колчак выполнял свою миссию на дальневосточном побережье брак держался на переписке что было для жены очень тяжело но она продолжала ждать сашу сочиняя длинные письма о том как растут дети растислав и маргарита считает дни когда началась первая мировая война семья жила в либаве этот город захватили немцы софья и дети убежали из города оставив все имущество в это время колчак снова был далеко и не смог помочь жене вскоре умерла маргарита она простудилась дороге и жена колчака осталась одна с этим горем только забота о маленьком славушке удержала софью в своем уме у колчака был однокурсник сослуживец и хороший друг сергей николаевич тимирев 1915 году им довелось вместе ехать из петрограда месту службы тогда на вокзале колчак впервые увидел жену сергея анну сафонову которая приехала проводить мужа анна дочь дирижера сафонова вышла замуж за сергея в 1911 году и была младше его на 18 лет пара родился сын владимир которым в момент встречи колчака и она исполнился год через два месяца она приехала мужу собираясь дальнейшем перебраться сюда уже с малышом видимо тогда колчак и анна тимирова закрутили свой роман все вокруг замечали долгие встречи колчака и анны но женщины держались друг другом вежливо странные отношения продолжались два года последняя встреча софьи федоровны с адмиралом состоялась в мае 1917 когда он служил севастополе он уехал в петроград и больше не возвращался став во главе белого движения она ждала ежедневно рискуя попасть под арест слухами земля полнится и софьи было известно что муж воюет а рядом с ним находится анна тимирева 1919 году колчак написал своей жене следующие строки и пишешь мне все время о том что я недостаточно внимателен и заботлив к тебе я же считаю что сделал все что я должен был сделать все что могу сейчас желать в отношении тебя и славушки чтобы вы были бы в безопасности и могли бы прожить спокойно вне россии настоящий период кровавой борьбы до ее возрождения если ты позволяешь слушать сплетни про меня то я не позволяю тебе их сообщать мне это предупреждение надеюсь будет последним пока до свидания твой александр вторая жена не стала возражать вместе с сыном покинула россию они обосновались во франции сын ростислав вырос окончил высшую школу дипломатических и коммерческих наук работал в лжицком банке и женился на дочери русского адмирала екатерине развозовой сына они назвали александром советский союз они не стали возвращаться так как это было рискованно во вторую мировую войну ростислав попал в плен но вернулся умер в 1965 году в париже а мать его софья федоровна в 1956 году не нам судить правильно ли поступила анна тимирева разбив свою семью и семью полчака она ездила с ним везде до самого его ареста а с сергеем тимирёвым развела в 1918 году бывший супруг так и служил в подчинении адмирала колчака числе с командующим морскими силами белогвардейцев на дальнем востоке сын сергея и анны владимир тимирёв родители почти не видел жил с бабушкой и дедушкой в кисловодске когда пожилые родственники скончались печенье малыша занялись чужие люди только в 1922 году она вышла из тюрьмы и забрала ребенка в москву он стал известным художником попал под сталинские репрессии был расстрелян в 1938 году мать переживет сына проведет много лет скитаясь посылкам и тюрьмы вторично выйдет замуж за инженера книппера и будет носить его фамилию 1960 году после окончательной реабилитации она поселится в москве и даже будет получать государственную пенсию снимется в эпизодической роли знаменитого фильма бриллиантовая рука умерла анна васильевна в 1975 году как итог великой любви анны тимирёвой александра колчака останутся фрагменты ее воспоминаний под названием милая обожаемая моя анна васильевна свое мнение пишите в комментарии ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал все это очень поможет его продвижение особенно в текущих условиях